но вернемся к истории привет что ползешь яржан майниевны с вами всем привет и сегодня реакция на видео с канала космонавт это история создания фнафа третьего он всегда был здесь так называется видео и мы продолжаем его смотреть потому что первую часть мы посмотрели как создавали теперь будет третья часть потом будет четвертая часть моя любимая кстати третья часть не моя самая любимая но она важна для сюжета я это понимаю в котором пропадают люди работают сомнительные личности с туманным прошлом а местные маскоты вместо того чтобы развлекать детей ведут себя странно и порой даже агрессивно по отношению персоналу вот у меня есть в меня какой-то странный стукгольским синдром я на самом деле не люблю ни одну часть кроме первой второй четвертый но третье я просто понимаю почему она важна для сюжетного понимаем них просто сюжет не так важен был как бы особо когда я проходил игру и сейчас такое ламповое желание поиграть фнаф иногда возникает но я понимаю что бы что мне там делать я уже принципе поиграл это место но не в девятый ладно не в девятый и другие поведали нам об убийствах в этом заведении которые компании на некоторое время удалось замять и хоть в конце концов рестораны оказались закрыты преступник все еще оставался на свободе аниматроники одержимы душами да и было множество других вопросов на которые мы все еще не получили ответа поэтому третью часть ждали так сильно все верили что она то наконец-то раскроет все карты дорогие друзья для вас вещает только записывает начал я слушаю алло эгор это из фазбер энтертеймент я всего минутку от нему а это ты привет снова ты куда же с деньгами мы с остальными менеджерами хотим закрепить результат завтра ты с нами а да конечно почему бы и нет класс ах да я же не языком чесать собирался тут на твое имя посылка пришла я закинул ее в коробку для реквизита ты ты что ты ее не открывал я бы мог и сам забрать да не волнуйся я в чужие дела не лезу просто все равно собирался зайти оцените ремонт студии все эти бумажки на доске аутентично получилось в общем удачи тебе снова видео мы все его ждем спасибо бываем пару недель назад кассеты многие на дискета ю-ки вещи и жорки артефакты прошлого ребята самом деле приятно ведь такие вещи как бы связь как бы с моим детством скетки кассеты любопытным старым диски кассетами от фазбер энтертеймент похоже продавец не сознавал их ценности хотя я и сам не представляю что на них может быть но надеюсь я получу ответы хоть на какие-то вопросы ну и дела дорогие друзья для вас вещает каранадов это что сзади как бы кассетник стоит л джишка и это долгожданная третья часть истории создания фнаф так что ухудок телевизор маленький что это да и мы и такого не вижу раньше прикольно это видео фазбер энтертеймент каши маневт командор или командор как он взялся правильный компьютер но я их не застал поэтому не сильно жарю но привет персонаж который будет травмировать все страны игры до конца серии мне кажется айм олвэйс камбэк файв нэйс фрэдди 3 история создания разработка через несколько дней после выхода сиквела скотт меняет свой сайт на котором он публиковал тизеры теперь страница полностью залита черным цветом и виднеется лишь одинокая надпись оффлайн а внизу троечка на фанаты затеяли дыхание что же нас ждет дальше ждать пришлось пару месяцев пока не появились новые тизеры подтвердившие разработку уже третий по счету игры обсуждали это событие везде и очень активно ведь на тизерах если по старой традиции осветить их фотошопе можно приметить нового ранее неизвестного персонажа из-за подписи я все еще здесь и внешнего вида многим казалось что это вернувшийся фрэдди или же золотой фрэдди и действительно из-за того что большая часть головы аниматроника была скрыта тени ну да кстати можно подумать очень походил на этого маскота были ли они правы скотт с ответами на этот раз не спешил игру разрабатывал он дольше а тизеры не давали прямых пояснений поэтому пока игра была в разработке стали находиться умельцы которые из имеющихся скудных материалов начали делать фанатские версии третьей части так как исходники прошлых игр были в открытом доступе их можно было без проблем переделывать под свой вкус во всем нам знакомом clickteam 2.5 может кто еще помнит фнаф фрэдбер по сути это мод на первую часть в котором мы возвращались в заброшенную пиццерию на картинку наложили зеленый светофильтр а враг остался только один аниматроник сделаны фотошопе из тизеров да вы не ослышались бывало и такое если отбросить определенную нелепость его вида аля джимми нейтрон на минималках то мод неплохо передает атмосферу возвращения в знакомую пиццерию прям через экран ощущается запах и пыль заброшенного здания была и более известная фан игра the return to freddy's эдакая солянка объединяющая локации и геймплей из первых двух игр создатель тоже поначалу позиционировал этот проект как собственный вариант триквела но впоследствии возвращение к фредди стало самостоятельной франшизой и не могу не упомянуть тот самый нашумевший фанатский трейлер от golden line studio который некоторые всерьез приняли за официальный в нем был представлен концепт геймплея с перемещением по огромному торговому центру у нас есть фонарик и планшет с камерами с помощью коих нужно скрываться от местных аниматроников забавно что в будущем уже настоящая часть фнаф security bridge практически один в один повторит этот концепт затем скотт пока не такой жуткий в плане но он такой более цветов ну понимать чем на введение френдли фэмбрии все дела аббуратами аниматрониками и странными серыми глазами любопытен был и слоган это все в твоей голове первый намек что аниматроники в этой части будут лишь нашими галлюцинациями а вот дальше случилось нечто непредвиденное 15 февраля 2015 скотт в панике написал что кто-то взломал его компьютер и скачал прототип фнаф 3 а затем злоумышленник выложил игру в открытый доступ на сайт game jolt конечно же люди бросились проверять слив всего несколько кликов и заветный файл оказался на рабочем столе да это самая настоящая ранняя версия фнаф 3 давайте наконец ее запустим а там скам чисто скам о да скотт у нас теперь не только главный тригант но еще и неплохой тролль конечно росла и все это оказалось всего лишь шутка разработчика а фнаф 3 представляет его старую игру здесь нет кнопки паузы только на спрайт главного героя была прилеплена голова фредди с очень выпученными глазами но шутки в сторону в тот же день скотт написал небольшой пост в стиме сообщив что его бета-тестером а именно двум сыновьем новый проект пришелся по вкусу а главный противник действовал очень агрессивно читатели подметили что в посте некоторые буквы повторялись по два раза и если всех их выписать можно получить послание мое имя spring trap очевидно так зовут загадочного аниматроне тоже прикольно в общем надо дать дождь довольно просто чтобы анонсировать нового рога ну прикольно есть такие вещь класс и не поддерживали фанатов своему детищу возможно это и сформировала такие сверх ожидания от проекта что в будущем сыграет злую шутку с автором но а пока игра только что вышла в стиме и улетела на первые места продаж события игры будут разворачиваться не в стенах заведений фазбер энтертемент на дворе 2015 год и после ряда инцидентов с поломкой миниматроников укусами и конечно же убийствами все здания оказались просто напросто закрыты а сама компания находится в подвешенном состоянии и как понимаете за эти долгие 30 лет все что происходило в стенах фазбер энтертемент обросло огромным количеством слухов домыслов и прочими неприятными вещами группа энтузиастов решает немного нажиться на этих историях и начиная с трительства форрора аттракциона ужасы фазбера для большей аутентичности закупается целая куча списанного барахла из пиццарей фазбера детали аниматроников игровые автоматы даже легендарный вентилятор сюда притащили мне ничего не понравилось третьей части этот неявная поиск этого сюжета через тысячу миллиардов пасхалок но мне не нравится подобное если бы эти мультики которые были сюжет но не мультики мини-игры которые были сюжетные просто подавались между уровнями это было как по мне мне лично об этом больше не нравилось они могли бы сказать дополнительные источники сюжета в пасхалках а вот как бы основной сюжет оставить вот в этих как бы играх мини ну тогда бы из-за этого мне конечно третья часть не понравилась потому что такое не заменена просто не понравилось сложно объяснить весь аттракцион по странице множество узких коридоров по которым посетители шли пугаясь от мерцающего света звуков и висящих пустых голов роботов в конце их поджидал последний экспонат сидящий за стеклом охранник прям как в тех самых лицериях и на этот раз я уже не вижу смысла держать интригу поэтому сразу скажу да это тот же самый парень что и в первых двух частях зачем мы сюда приперлись пока не ясно но наш главный герой успевает немного поработать в аттракционе еще до начала события ну тут они матроники хотят не убить ладно пойду опять поработаю пупуй пошел так что я уже привык поработать за 10 баксов и умирать самый простой во всей квадрологии потому что в ней буквально нет никаких угроз во всем здании мы пока что абсолютно одни при первом прохождении этой непривычной пустотой даже проникаешься вызывает беспокойство лишь звонок сотрудника аттракциона сообщающего следующую деталь это такой телевизор реально прикольно микротелевизор такой на полочку прикольно поставить знаете как просто вот антураж ну красивая вещь очень красивая но знаешь как я и сказал мы сейчас пытаемся отследить важную зацепку один парень помогавший проектировать одно из зданий сообщил что там было что-то вроде дополнительной комнаты ее запечатали или что-то в этом роде так что мы собираемся взглянуть и на нее и попробуем что-нибудь найти меня там к ролику подошел космонавт круто круто это для антуража так ты выключатель не видел вау ты ты только посмотри с этого лайфа смотри а это похоже на мониторы для охранников как думаешь где можно это разместить на аттракционе я думаю что это можно разместить на помойке нас поставили найти что достойное они это барахло только ворчать и умеешь ты глянь сколько кассет даже эндоскелет есть почти целый в том-то и дело здесь все почти целое так а это еще что твою чувак он настоящий тут настоящий аниматроник дуй сюда надо его вытащить одежда должно было вонять типа ну все то шаритом то сюжет но дурина типа работники аттракциона проникают я что не понимаю и им удается вскрыть секретную комнату подобные комнаты строили старых заведениях компании и не отображаясь на камерах поэтому во фнаф 1 ее нет на карте а вход посетителям туда запрещен внутри оказывается грязный с обломанными кусками костюмы аниматроник возможно последнее наследие пиццерии фазбера в прошлом у этого кролика было собственное имя но теперь его зовут не иначе как springtrap похоже рабочих не останавливает не жуткий вид давно сгнивший плюшевые обшивки не отвратительный запах и робота вытаскивают наружу дабы последствия не пугают аттракциона помимо того сотрудник немножко пахнет гнильцой а смачная еще нам винтажные кассеты с брифингом для работников фазбер энтертеймент и начиная со второй ночи мы слушаем именно их они звонки озвучивает инструктаж кто бы вы думали тот самый телефонный парень да получается аж с 93 года то есть событий фнаф 1 мы так и не знаем остался ли он жив но давайте ознакомимся с кассетами эти записи были сделаны для самого первого ресторана открытого в 1983 году здание было совсем маленькое и работали там два аниматроника золотого цвета фредбер и пружинный бони но их конструкция была совсем не похожа на поздние модели ведь помимо стандартного режима робота сотрудники могли специальным ключом отжать детали эндоскелета по краям костюма и закрепить их пружинными замками теперь фредбера или бони может использовать человек как обычный костюм аниматора да можно залезть прямо внутрь сделано это было вероятно из-за несовершенства технологий тех лет и аниматроники не всегда могли выполнять те функции на которые был способен человек вот только вторая смена оказывается не такой уж безмятежной и спокойно послушать кассеты нам не дают тот самый спрингтрап которого недавно привезли встает и начинает движение к нашему офису а не дверей ни масок вообще ничего у нас нет что же делать на помощь приходит все те же кассеты сопоставив описание записей мы понимаем что это тот самый пружинный бони и это несколько упрощает дело у всей золотой серии была система автоматического перемещения в сторону шума дабы всегда оставаться рядом с посетителями и как раз по всему нашему зданию развешаны динамики поэтому проигрывая записанный смех баллон боя мы можем привлекать робота в другие комнаты и удерживать на безопасном расстоянии однако проблем доставляет и плохая вентиляция помещения из-за нее он нашего героя начинает посещать призраки прошлого аниматроники от которых он спасался много лет назад конечно это галлюцинации и они не способны нас убить но могут на короткое время дезориентировать и сломать некоторые системы и тут я хочу сказать пару слов про геймплей претерпевшего очередные метаморфозы дело в том что корневая механика игры камеры наконец-то работает на все сто процентов монитором ты пользуешься не ради проверки форсий или завода шкатулки а по самому что ни есть прямому назначению просмотр камер и поиск спрингтрапа так как это единственный способ отогнать его подальше и поэтому используются абсолютно все камеры но шкатулку и фокси понадобилось заменить на какой-то другой элемент так как это та вещь которая отвлекает игрока и не дает ему расслабиться такой вещью в третьей части 3 системы вентиляция аудио и видео которые из-за атак фантомов или частого использования могут отхлебнуть и надо будет открыть монитор и перезапустить их в целом идея даже довольно классная ведь присутствует некий элемент тактики ведь вам нужно просчитывать какие системы можно перезагрузить прямо сейчас а какие лучше отложить чтобы спрингтрап во время перезагрузки до вас не успел добраться но проблема в том что на последних ночах эта система начинает откровенно подбешивать так как слишком уж часто привела все сюда ломаешь дать пока какая-нибудь я из его вроде после четвертой или пятой ночи не помню на какую-то ночь я уже скипнул твой не ребята я устал вентиляция на небе на листике запуститься но как обстоит мне сначала не нравилось это что-то объяснить как ни как главный жанр игры тут 50 на 50 прошлой части пугали не столько скримерами это был скорее последний добивающий эффект сколько фазы подготовки перед скримером когда сначала игра мариновала тебя жуткими звуками страшными взглядами роботов камеры а только затем презентовала угрозу в виде двухметровой плюшевой рожи прямо в дверях во фнаф 3 же пресловутые фантомы появляются внезапно и либо ты успеваешь защититься от них либо сразу же следует не смертельный скример то есть этой самой фазы нагнетания ужаса просто нет скримеров за одну сессию можно получить довольно много отчего к ним быстро привыкаешь но это касаемо фантомов а вот выдался на славу тот самый спрингтрап наш главный и единственный настоящий противник в игре так что по сути ну конечно вот так бы не пугал бы тонера было бы не собой эдакую дуэль скотт коутон прекрасно понял что самыми страшными во фнаф 2 оказались сломанные аниматроники и на спрингтрапе решил отыграться по полной обшивка на лице давно сгнила и добрая улыбка превратилась в жуткий оскал весь костюм покрывает бесконечные дыры за которыми видно эндоскелет и нечто органическое а если говорить о геймплейной части то владельцы аттракциона видимо закупили проводку по скидке в леруа мерлен отчего изображение на камерах оказалось ну просто отвратительным темная и очень шумная и знаете эта фишка играя в первый раз действительно тяжело разглядеть фигуру зеленого кролика из-за чего начинаешь постепенно паниковать и в целом спрингтрап очень подвижен и быстро перемещается он может занимать разные положения на камерах отчего отследить его еще сложнее особенно учитывая тот факт что зеленый кролик прячется в зеленом коридоре с зеленым освещением да такая цветовая гамма у некоторых людей и боже упаси это зеленуха это хреново зеленуха могла вызывать отторжение но ну да может на мой вкус повлияли фильмы поздних 90-х вроде матрицы или бойцовского клуба с их характерной цветокоррекцией но лично мне зеленая цветовая гамма кажется вполне себе подходящей настроению третьей части такой заброшенный прогнивший пыль не помню каких-то играх часто использую зеленуха она мне тоже раздражала вот почему-то она неплохо в эпизодических ролик себя показывает просто зеленый визита цвет наверно мне тоже больше раздражает не зеленая зелено грязно так что так сказать а я люблю зеленуху love на 3 ну и дополнял все вышеперечисленное отличный нагнетающий амбиент аж мурашки по коже пошли правда с ним произошел небольшой прокол во фнаф 3 не так уж много моментов затишья когда ты закрываешь монитор и пытайся вслушаться в звуки из коридоров нет нас постоянно бомбят фантомами и поломками систем из-за чего эмбиент просто растворяется среди звуков сирен и помех а вот вырезанного контента на этот раз совсем немного поэтому буду краток в файлах игры можно найти отдельную кнопку для закрытия вентиляции в релизной версии достаточно кликнуть два раза по заслонке файлах хранится все та же система жизней еще с самого первого фнаф а у второй ночи есть название написано зеленым шрифтом что странно ведь так обозначается ночь без врагов зеленым он больше желтый чем зеленый не кое является первое хотя если вспомнить что на же желтый я же не вижу то желтый но зеленым там по краям но он желтый брел не зеленым я сказал зеленым сечением ночи и хранится все та же система жизней еще с самого первого фнаф а у второй ночи есть название написано зеленым шрифтом но она желтая я не присомневаюсь то что я вижу все цвета но зеленый вот фон зеленый вокруг да от текста желтый первое хотя если вспомнить что наш герой работал на аттракционе еще до начала событий игры возможно что разработчик хотел начать отчет именно со второй смены но посчитал что это может запутать игроков кроме того игра не используют спрайты марионетки из фнаф 2 которые скотт зачем-то добавил в триквел но знаете тут история более интересная и к ней мы еще вернемся в общем то это и есть весь выделай добавить ах да и забавный факт помните анимацию перемещения спрингтрапа за стеклом мы не видим его ног но если достать спрайты из файлов игры то мы заметим что они всегда неподвижны да спрингтрап даже майкл джексон на такое не способен алло что-то случилось слушай у нас сейчас небольшие задержки в оплате поэтому компания отправить ей деньги только в следующем месяце ты серьезно и на что мне жить в это время да понимаю слушай есть идея пусть и пусть и интернет-площадка такая мы шотор покушает зрителям и за условные 150 рублей они будут поддерживать твои работы автор покушает одобряема в пасберн дтн благодарить вас за поддержку но вернемся к истории привет что ползешь ержан и после каждой из них всегда запускается мини-игра состоящая из пяти частей как и во фнаф 2 стоп после каждой ночи всяких запускается мини-игра я уже забыл наверное были наера очень давно ребят давайте давайте спустим на то что еще играл очень давно но там же были какие-то игры которые были внутри каких-то пасхалок там какие-то плакаты надо было нажимать я же точно помню что это было я может что напутал тогда может это было во второй части тогда вот эти пасхальные игры а в третьей были после каждого блин я может напутал ну я честно говоря я уже настолько давно играл третью часть я просто помню что мне не понравилось и помню некоторые моменты поэтому извиняюсь сложно запоминать все подряд потому что я играл во всей части пробовал играть фнафа и мне понравилось только первое второе третье но это не суть 2 она стилизована под графику старых компьютеров и вновь повествует о полиция фиолетовом извиняйся человек я могу ошибаться человеке на меня есть что он совершил серию убийств пиццерии фазбера после чего спрятал тела внутри старой серии аниматроников хоть полиция даже задержала его но в результате все обвинения были сняты однако как мы помним тех самых роботов одержимых душами детей привезли в ресторан из фнаф 1 убийца понимает что они опасны и оставлять дело так нельзя когда ресторан закрывается а главного героя увольняют он проникает закрытое здание и забирается в секретную комнату внутри комнаты хранятся несколько старых игровых автоматов и самое главное костюм пружинного бони и тут легко сложить два и два в газетах из фнаф 1 упоминается что убийца использовал костюм чтобы заманивать детей в ловушку а золотая серия как раз позволяет носить аниматроника как костюм так что пружинный бони и есть тот самый аниматроник невольно ставший орудием преступления в ходе мини-игр нам будут поочередно давать управление над каждым из аниматроников мы можем походить по всему ресторану но в любом случае нужно следовать за загадочной тенью фредди ведущий нас к секретной комнате однако при попытке войти в нее выбежит фиолетовый человек и сломает аниматроника так шаг за шагом он уничтожает фредди бони чику и фокси угроза наконец устранена но это не все в пятой игре игрок управляет уже душой ребенка пройдя через пиццерию мы оказываемся перед входом секретную комнату внутри нас ждут еще четверо душ убитых детей покинувших разрушенные костюмы фиолетовый человек загнан в угол до аниматроников можно сломать разбить сжечь но он совершенно бессилен перед нематериальными созданиями не знаю куда бежать он бросается костюму пружинного бони и быстро надевает на себя неожиданно души останавливаются убийца понимает что старый сыровый костюм оказался его спасением неизвестно как но ему вновь удается выйти сухим из воды опьяненный но там забывали пружинный он заливается смехом приветствую тебя новый сотрудник фазбер энтертеймент это второй урок посвященный основам обращения с аниматрониками первой модели мы уже научились складывать эндоскелет и закреплять замки теперь узнаем как правильно передвигаться в костюме обратите внимание на поведение нашего аниматора он двигается не спеша не давя на пружинные замки внутри костюма помаши в камеру джо отлично также мы не рекомендуем поднимать руки выше головы и фр у меня руку что-то сильно жмет что ты плотно затянул замки такого быть не должно конечно я все проверил по инструкции а но все равно жмет может не стал хранить в подвале но это ну размял руку знаете тогда хрустит рука все нормально не используйте костюм со старыми замками никогда не храните костюм в сыром месте никогда не причиняй вред детям автон убийца зря поторопился надевать старый костюм отсревший пружины замки срываются и эндоскелет встает обратно на место прямо внутри человека раздавливая конечности и органы вскоре он погибает так и появилось его имя springtrap пружинная ловушка как вы уже поняли в прошлом уже происходили несчастные случаи золотыми костюмами когда пружины замки срывались и калечили или даже убивали сотрудников поэтому вскоре компания запрещает их использовать и убирать секретные или же если говорить определениями самой компании безопасные комнаты некоторое время пиццерия пользовалась обычными костюмами даже не являющимися москотами заведения но вскоре ресторан перешел на полностью автоматических роботов их сломанные версии мы видели во фнаф 2 после событий фнаф 1 и смерти фиолетового человека фазбер энтертеймент окончательно запечатывает комнаты но даже пицца не стало концом того ужаса что он натворил по злой иронии фиолетовый человек также как и его жертвы оказался привязан душой к старому аниматронику да в свое время многих волновал этот вопрос мол каким образом можно было пережить срыв пружинных замков да еще и спустя тридцать лет на рим нанте на самом деле человек внутри костюма конечно же давно мертв и да получается во фнаф 3 мы впервые в серии своими собственными глазами видим фиолетового человека а точнее те жалкие остатки что дожили до наших дней и знаете как по мне это один из лучших дизайнов персонажей ну аниматроник с этой части просто потом когда спрингтрапа переводили там еще бани что-то как-то по-другому его называли бёрн трап как-то да было еще эти трапы знаете одобряем трапов и вот этот дизайн реально самый лучший был потому что во всех остальных частях ну когда был честно ну когда он появлялся уродским только ваше не очень но и вообще среди хорроров сочетание механического и органического аниматроник некогда развлекавший детей изуродован временем и едва напоминает себя прошлого а человек замурованный внутри мучается но все еще осознает происходящее и жаждет мести особенно жутко выглядят секретные игры когда спрингтрап пытается снять себе костюм и мы видим если так еще можно сказать его лицо эта встреча крайне интересно еще и тем фактом что фиолетовый человек если так подумать первый настоящий злодей во всей франшизе ведь все остальные аниматроники были просто заложниками ситуации а вот этот человек ну да кстати об этом не подумал испортил систему распознавания аниматроников из фнаф 2 и бог знает сколько еще страшных вещей совершил о которых нам сюжет пока потом а молос компакт все эти смены спрингтрап задуматься до главного героя но нам удается удерживать его на расстоянии после пятой ночи мы даже традиционного чека не получаем вместо этого появляется изображение пяти голов аниматроников из первой части и надпись плохая концовка окончательным финалом становится 6 кошмарная ночь со сверх активным спрингтрапом и частыми нападениями фантомов пока вы не узнали тактику прохождения эта смена оказывается настоящим адом аудиосистема гарантированно ломается после второго использования да и вентиляция с камерами тоже надежностью похвастаться не могут в некотором смысле игра становится симулятором сис админа так как большую часть времени вы будете сидеть и перезагружать сломанные системы молясь чтобы труп в костюме кролика до вас не успел добраться если же вам все же удастся ее пройти то на следующий день из утренней газеты мы узнаем о страшном пожаре полностью уничтожившим аттракцион и большую часть реквизита похоже это и есть конец да я нет сам с трудом верю но эти кассеты оказались куда более ценными чем я думал как минимум можно утверждать что компания скрывает опасность старых золотых костюмов но насчет теху я пока никаких подтверждений не нашел да привет егор я перейду к сути ты где достал эти кассеты я не понимаю чем ты я взял одну кассету из посылки и поменял ее на болванку ты знаешь у меня работа такая следить за исполнителями я полагаю ты теперь на меня настучишь и меня уволят нет я хочу встретиться с тобой не понял я хочет им встречаться на той кассете было интервью с сотрудником которого не должно было существовать во всяком случае так утверждает руководство каком ты говоришь постучались по голове себе пас однако и это не все вы не забыли что это фнаф и напрямую тут подается от силы 30 процентов сюжета тем более мы ведь получили всего лишь плохую концовку а значит есть и альтернативный вариант прохождения отмотаем время назад до пожара помимо основных мини-игр есть еще несколько секретных а ну все таки я был прав все таки видите я был прав частично пошла честно говоря я забыл то что там были значит я был прав тем что тут есть основные мини-игры которые сказали как бы основа да и потом дополнить ну короче все равно я играю в хоррор и в первую очередь не для сюжета ну такой вот человек ну ничего с вами поделать да ну хотя тот же outlast ну из-за того что сюжет там был вплетен как-то более явно из-за этого как бы я им проникся вот первой части например вторую часть я так и не прошел вот не знаю ну блин просто че я оправдываюсь не понравилось все мы люди разные кому-то нравятся игры кому-то не нравятся игры кому-то нравятся определенные игры да мне не сильно понравилась третья часть да и все хотя я понимаю что это хорошая часть чтобы найти и пройти все дело в том что они активируются только после определенных манипуляций так первую игру приключения баллон боя можно запустить с помощью клика по рисунку на восьмой камере и мы попадем в небольшой платформер цель которого собрать все воздушные шары или вот квест мангл тут нужно уворачиваться от бегающих детей и собирать разбросанные детали тела аниматроника игру можно запустить только на второй ночи нужно открыть седьмую камеру и нажать на кнопки игрового автомата в определенном порядке все это кажется чем-то абстрактным какие-то шары какие-то дети тортики к чему все это но если проходить игры в правильном порядке то можно получить полную историю если сначала играя за блум боя найти секретный разноцветный шар то в квесте мангл можно будет выпрыгнуть за пределы комнаты и рядом с огромной безумие конечно ну вроде как марионеткой пройдя вперед мы увидим те самые собранные шарики теперь по ним можно подняться и дойти до трехслойного торта после его получения во всех мини играх нашей главной целью станет найти души детей и отдать подарок в виде этой сладости теперь мы можем вернуться к баллон бою и пройти по секретному пути ведущему к небольшой платформе на ней стоит неупокойная душа ребенка мы дарим ему торт и на этом задание выполнено в следующей игре под названием вечеринка чики мы раздаем плачущим детям кексы но настоящая цель игры как обычно отличается нам нужно найти секретную комнату с еще одной душой прыгая по воздушным шарам мы добираемся до ребенка и он тоже получает свой торт кстати если не пройти игру баллон боя то шаров не будет и при попытке подойти к ребенку по полу вы провалитесь сквозь него и окажетесь в очередном жутком помещении заполненном пятью плачущими кексами на что они отсылают думаю сами понимаете выбраться оттуда невозможно можно лишь закончить игру с помощью двери расположены неподалеку затем в очередной игре мы попадаем в самый первый ресторан где мы можем лицезреть двух золотых аниматроников фредбера и пружинного бони сейчас у них идет выступление под управление нам дают фредбера в углу сцены нет коллизии и аниматроник может выпасть за пределы уровня оказывается за ним находится точно такие же комнаты карабкаясь по стенам нужно отыскать комнату с душой ребенка попав которую мы и ему дарим торт предпоследняя игра запускается только на пятой ночи кликом на фигурку бони попадаем мы в какой-то фантасмагоричное место а главным героем красиво ваться теневой бони из второй части в том же странном месте вместе с нами находится душа ребенка однако подойти к ней невозможно ведь путь вперед преграждает стена но у нас есть способность телепортироваться в локации из прошлых мини-игр довольна чтобы мы мазать в лекцию пройти вперед и переключившись обратно на ту странную локацию оказаться за стеной и пройти к последней душа это я еще довольно кратко описал но думаю вы теперь понимаете что прохождение всех игр было делом весьма нетривиальным но что дальше когда всем душа знали не буряки мы можем пройти в последнюю игру самый счастливый день новым местом оказывается длинная комната повсюду воздушные шары и праздничные столы за которыми сидят дети что за праздник происходит мы пока не знаем управляя ребенком в маске-марионетки мы медленно бредем вперед пока неожиданно окружение не становится черно-белым нас встречает пятеро детей в масках фредди бони чики фокси и золотого фредди в прошлых мини играх мы всех их искали чтобы привести сюда много лет назад они пришли в пиццерию фазбера и все это время были узниками этого проклятого места но теперь наконец все закончилось наконец настал их самый счастливый день дети исчезают а маски аниматроников падают на пол после этого изображение в концовке меняется фонарики в головах гаснут а надпись за конец концовка меняется на просто конец убийца жестоко но справедливо наказан а души отправляется в иной мир туда где они должны быть вот только если вернуться к той самой газете с новостью пожаре и осветить ее прям как тизеры то в тени за фигуркой фредди будет скрываться спрингтрап похоже пожар ему все-таки удалось пережить очевидно звездой всех фанатских теорий стал спрингтрап и не мудрено ведь это пожалуй самый интересный персонаж во всей серии про что мне за город сказал все это то есть он прям бы досконально все изучил это круто конечно прикольно нет в досок классный досок классными на самом деле я вот что понял не больше не тесно видео про фнаф чем играть в него это вот вот такой вот факт реально него видосы подобные смотреть на много интереснее пойти по играть тот же фнаф 3 у вас сначала приняли за золотого фредди я уже рассказывал но был и вариант что это аниматроник собранный из деталей всех остальных маскотов и до того как скотт спрятал его имя в сообщении спрингтрапа называли селведжем ну хоть не стали довольно много людей также считали что спрингтрап не хочет убивать главного героя а лишь пытается попросить того избавить его от мучений и подтверждалось это скримерами мол посмотрите он даже не прыгает не кусает нас а просто появляется перед лицом даже фирменного экрана ну да в трешке нет просто черный экран на самом деле версия была довольно красивая с точки зрения повествования человек много нагрешивший в прошлом теперь способен лишь молить о помощи но во фнаф 6 спрингтрап был представлен как человек полностью осознающий свое положение и по-прежнему жаждущий мести так что эта теория уже не актуально но самое интересное когда я сказал что спрингтрап единственный настоящий аниматроник в игре я признаюсь немного слукавил на самом деле в аттракционе блуждает кое-кто еще марионетка да помимо ее фантома каким-то образом заведение проник и оригинал это понятно по внешнему виду у этой марионетки нет характерных серых глаз и корпус не обгоревший мы уже знаем из второй части что в сюжете у неё я же не смотрели но почему она преследует нас на протяжении стольких лет и тут чтобы не было путаницы я позволю себе забежать дальше по сюжету аж в шестую часть дело в том что марионетка содержит в себе душу самой первой жертвы фиолетового человека но при этом в отличие от остальных аниматроников по-прежнему осознает происходящее и теперь с одной стороны она опекает других убитых а с другой преследует убийцу на самом деле на этот твист намеки были довольно давно марионетка появлялась в кат-сценах фнаф 2 вместе с классическими аниматрониками а в мини-игре самый счастливый день помимо пяти детей олицетворяющих души в каждом из роботов есть еще и ребенок в маске марионетки намек более чем очевидный а еще фанаты довольно много обсуждали теневых бонни и фредди постоянно появляющихся в мини играх еще во фнаф 2 они наводили немало шуму ведь скотт колтон практически не оставил никаких намеков кем же они являются очевидно лишь что это некие эфемерные создания ведь они могут появляться из ниоткуда по каким-то причинам они преследуют главного героя и помогают душам детей помогают погодите но ведь в мини играх тень фредди приводит аниматроника к фиолетому человеку после чего тот разбирает их разве не так да так но с другой стороны именно это и приводит к тому что души проникают секретную комнату и загоняют убийцу в костюм а теневой бонни и вовсе участвуют в мини играх как один из персонажей раздающий траты детям ну как он ходит прекрасно и очень нравится или сло мнение что эти двое каким-то образом связаны с самыми первыми золотыми аниматрониками может быть это призраки погибших сотрудников из-за сорвавшихся пружинных замков на самом же деле теневые бонни и фредди и правда являются чем-то вроде призраков но не людей а самих роботов как такое возможно на это ответит уже следующая часть серии на рынок прежде чем закончить я хочу ответить на вопрос который опустил в самом начале в каком же году происходит событие фнаф 3 ну если вспомнить те далекие времена когда игра только вышла то скотт сказал что аттракцион открыли спустя 30 лет после закрытия ресторана а последняя часть серии на тот момент происходило в девяносто третьем году прибавляем 30 лет получаем 2023 дело раскрыто всем спасибо ё-моё так это текущий год было бы все так просто дело в том что новые проекты по фнафу намекнули что события всех классических игр с 1 по 7 части закончились до 2020 и уже как-то с третьей частью не клеится поэтому давайте еще разок пробежимся по таймлайну в 1983 году открывается заведение золотыми аниматрониками но вскоре становится ясно что они небезопасны и в том же году открывается второй ресторан уже с теми самыми четырьмя аниматрониками сломанные версии которых мы видели во фнаф 2 и дальше идет дата о которой каюсь не упомянув прошлой части это дата первой серии у фиолетового человека 1985 год то есть эти события произошли в старом ресторане дальше следует события fnaf 2 fnaf 1 и fnaf 3 так вот фанаты посидели подумали и решили а что если речь идет о том самом ресторане со старыми аниматрониками ведь если так подумать он самый важный именно там появилась четверка маскотов было совершенно убийство и души вселились в роботов если воспринимать это именно так что вот был оригинальный ресторан и его скажем так перезапуске то можно считать 30 лет именно от того ресторана закрытого в 1985 году из-за убийств или этого человека и мне кажется скорее больше как сюжетная дыра которую фанаты пытаются таким образом оправдать найдя ему и логическое объяснение в этом ничего плохого нет блин сюжетные дыры есть во всем почему-то многие думают что это ужасно но объективно говоря сюжетные дыры есть почти во всем что делает кто-либо потому что ну аду делать написать историю но прям учесть все нюансы надо очень сложно очень сложно ты можешь вести какие-то вещи 15 и то и противоречит самому себе это бывает такое гениальная многоходовочка скотта коутона и скорее всего имел место быть банальный человеческий фактор и вполне себе лаконично объяснили эту ситуацию но и у чаще всего этот человеческая дыра о больших ожиданиях фнаф 3 ждали очень сильно до сих пор у его трейлера рекордное количество просмотров среди остальных а интернет пространство в 2015 было официально захвачено фнаферами кто-то хотел чтобы в игре наконец появилось перемещение кто-то хотел больше аниматроников кому-то нравилось атмосфера фнаф 1 или 2 и каждый ждал чего-то своего от в тот момент казавшийся практически богоподобной третьей части и когда она вышла оказалось немало разочарованных нет лично я считаю фнаф 3 достойное продолжение у нас снова освеженный геймплей классный дизайн окружения и главного злодея а с точки зрения сюжета и лора тройка до сих пор одна из самых интересных ну да милая стеки в меру приземленности и подумайте тут не буду отрицать не просто как ценами с минимальным управлением как во фнаф 2 где надо применить логику и смекалку активировать их пройти в правильном но и сказал бы что то логика и смекалка это скорее поиска дырок в текстурах найти все секретные проходы и то если подумать подобные вещи бывают на эти всяких секретные комнаты всяких играх ну чаще всего находиться не рандом да получить хороших если ты знаешь что там есть это скрытое что то конечно ты начинаешь прыгать долбиться в каждую стену и что находишь конечно разобраться в этих хитросплетениях самостоятельно практически невозможно но зато в попытках разгадать шарады скотта коутона фнаф сообщества объединилась как никогда сильно так почему были разочарованы и ну помимо завышенных ожиданий были вполне себе обоснованные претензии хоть геймплей мне и понравился но не могу не признать как только разбираешься в механиках первые пять ночей не бросают каких-то серьезных испытаний при этом на шестой смене кривая сложности наоборот резко улетает в небо и немало людей просто предпочли забросить проект на этом моменте ну и про пресловутые скримеры я уже говорил из-за их обилия у игрока просто вырабатывается иммунитет и он перестает их пугаться но мне кажется главная проблема трешки это недосказанность концовок нет я не считаю что нужно все разжевывать некая завеса тайны может пойти на пользу сюжету если с ней не переборщить а вот фнаф 3 переборщил и несмотря на обилие новой информации ему остро не хватало объяснения мотивации фиолетового человека главного героя бедный укус 83 по-прежнему да он и герой блин он вообще сумасшедший такой то я просто хожу мне прикольно и как и говорил сам скотт именно после анализа критики он почувствовал что не может остановить серию на этом моменте хоть фнаф 3 в теории мог стать завершающим звеном знаете я думаю после выходов на в 3 и всех этих отзывов от фанатов которые по своему содержанию зачастую были полярными скотт сел и задал себе такой вопрос ты можешь ты можешь еще раз сделать игру которая по-настоящему напугает всех ты можешь на виду четвертая сквозь еще раз в темной истории фазберспица и тогда автор решил что четвертая часть и должна стать таким магнум опусом достойно завершающим серию и до совсем скоро на его дичьи не получилось ари традиция закончить серию тизеры уже для форсаж 10 фнаф 10 ожидаем все семьи 4 у нас собираться 1 1 2 вызывая подкрепление его привет я знаю что обещал встретиться с тобой но кажись планы немного накрылись я тут подумал может тебе стоит взять отпуск на пару неделек просто ну знаешь дома посиди и почаще проверяй входную дверь в общем свидимся еще удачи тебе все поначалу я послушал странный совет и отложил поездку в офис но они на следующий день не три дня спустя никаких новых сообщений я так и не получил по папа папа и и и и и мне очень понравились отснятые материалы я уже копирую и отправляем генеральный офис ты чё такой помятый да знаете просто стал немного я бы хотел взять отпуск на пару недель отдохнуть там про этой мозги вы знаете да да я тебя отлично понимаю в этом месте ты определенно заслужил отдых я черкану пару необходимых для этого бумажек и знаешь у нас в этом квартале заказали большое количество видеоматериалов и с твоими работами у нас сильно подросли продажи в этом сезоне я думаю люди снова начинают нам доверять это здорово это отлично вот твой чек 10 долларов на езда знаете у меня остался еще один вопрос вы вы не знаете что случилось моим менеджером я пытался ему звонить писать но он уже не отвечает не знаешь у меня к тебе ровно такой же вопрос что неприятная ситуация мы уже ищем ему замену если найдешь его сообщи чтобы немедленно дул ко мне у него остались очень важные для нас документы ну конфиденциальности нельзя разглашать и и так далее ты все понимаешь договорились да договорились вот так вот прикольно подошел там сюжет сырит доску там будет кассета мне кажется будет последняя кассета который типа они попутать блин я был неправ в год для менеджеров компании а могут спрятать понадежнее братан ну круто круто прям хорошо ребята шоу я хочу сказать переходите подписывайтесь на канал космонавт очень крутые видосы я до сих пор не понимаю почему такое маленькое количество подписчиков абсолютно не понимаю несправедливо мало это смешные цифры 49 тысячи прикалываетесь ребят но придите подпишитесь но это не серьезно у него ролик собирает почти поляму по фнафу на него не могут подписаться ну блин короче подписывайтесь и подписывайтесь на мой канал становится реакция очень приятно всем удачки всем пока пау